Вентин карантина Сила отталкивания Сила отталкивания Сильнее гравитации Где вы взяли, ребятишки, эту силу отталкивания Вот, смотрите У вас гравитация в вашей схеме Славенькая, не существует А как не надо, вы из сапога достаете А у нас тут сила отталкивания Межатомная Вот у вас на одной силе У вас должна быть одна сила, на которой держится ваша Вселенная Вы должны тупо сознаться На чем ваша Вселенная держится На силах отталкивания Или на силах притяжения И должны создаться, какие у вас силы Максимально большие В этой Вселенной Силы притяжения, тогда вся Вселенная на силах притяжения Тогда у вас нет маленьких сил притяжения Либо на силах отталкивания Тогда у вас вся Вселенная на силах отталкивания И у вас нет маленьких сил притяжения Или там отталкивания У вас все силы большие Вот глобально На чем она держится Если она у вас держится на силах притяжения На прямом, то у вас все у вас негде взять силы отталкивания. Эти два атома, две частицы, держатся на силах притяжения. Все. Вот вы их разнести в две галактики, а потом они сблизились и такие хлопки, и они упали в друг друга. А если они на силах отталкивания, две частицы, то они и разлетелись в две соседние галактики и так далее. Или не в две, или вот рядом тут разлетелись и остановились из-за внешнего контура. Поэтому вот эти мечты сладкие о каких-то дополнительных силах, которые появляются в тот момент, когда вам надо дырку заткнуть, когда у вас весь мир обваливается. Если на прямом притяжении, то все. Вы определили, что Вселенная построена на прямом притяжении. У вас основная сила гравитация во Вселенной, базовое гравитационное поле. Вы вместо этого взяли его, объявили самым маленьким. Выкинули из расчета, выкинули. Вот вы дурачок такой, выкинули из расчета внешний контур. У вас Солнце не влияет на взаимодействие, галактика не влияет, соседняя галактика, ковер галактик, взвесь галактик. Вот вы находитесь в взвесе галактик, который вообще никак не влияет на взаимодействие двух масс. Вы выкинули из расчета все галактики. Вот все. Все вот этот ковер галактик. Вот вы этот ковер галактик выкинули из расчета. Вы такие умные. Они у вас не влияют. Почему у вас не влияет ковер галактик на взаимодействие этих двух масс? Почему? А потому что вам сказала какая-то бабушка. Давайте откроем учебник и найдем. Какая бабушка вам сказала, что ковер галактик не влияет? Потому что какая-то дуронька вам написала, что воздействие со стороны сферы равно нулю на двух тел. А здесь действительно сфера, да, при взаимодействии. Вот этот ковер галактик у вас сферу представляет? А кто вам это сказал? Опять еще одна бабушка. То есть какие-то глупые олени вам написали в учебнике, да, и вы доверчивые, не проверив это, в это веруете. На основании этого у вас силы гравитации становятся самыми маленькими. На основании этого вы верите в любую ерунду с первого класса, в учебнике там или с шестого вам накорябали. Вот один раз, и больше она вам даже в вузе не попадается. Вот это вот силы отталкивания внутренние. Какая их природа, да, она не как-то заряжена. А если потрясти, заряд снять, она уже не будет, да, и будет засыпаться. Почему у них на большом расстоянии притяжение, а на маленьком отталкивание? Ну так удобно. Физического обоснования для этого не уйдет. А его нет, нет, это единственное, за чем они прячутся. Этого нету обоснования. Это просто большой развод лохов. Ну, бабушка им сказала, что там сфера, она дает ноль взаимодействия. А там не сфера. Вот, пожалуйста, вставь анимацию вот эту вот. Любое тело во вселенском ковре расталкивает тела от себя. Если мы заполним вселенную дробью, аналог математической модели, то любое тело, например, Земля растолкнет, другие тела растолкнет эту дробь. Получится полость. Любое яблоко, падающее на Землю, в данной системе будет иметь уже неравномерное распределение масс относительно своего центра. То есть, относительно центра, если мы проведем через центр яблока, через центр земли линию, то в системе отчета, связанного с яблоком, у нас будет неравномерное распределение масс. И будет какая-то доля внешнего контра вот этой вот дроби, которая будет приталкивать. Тетраксис. Нет, Виктор, не получится у вас определить место точки, не вводя масштаб, в котором мы работаем. Как я только возьму микроскоп, ваше место, куда бы вы ни тнули, перестает быть точкой, а значит, место определенного. Повторю, не имеет значения о реальных объектах мы говорим или об абстрактных. Точка привязана к масштабу, а значит, имеет размер. Дорогой Тетраксис. Вы свой микроскоп приперли куда уже? Уже приперли его, притащили по координатам. А значит, вы просто врете, что не знаете, что место перестало быть определенным. Вы микроскоп приперли в определенное место или случайно хаотично? Вот анекдот есть. Человек под фонарем ночью ползает на карачках, милиционер спрашивает, а что вы делаете? А я ключи ищу от машины. Поискали вместе в дуёмы, спрашивают, а где вы их потеряли? А потерял он там, в золгом. А что здесь, говорит, решить? А здесь светлее. Так вот, если вы уже принесли микроскоп в определенное место, значит, у вас есть привязка. Отзывайте свои ветер. Поверхность, равная нулю, также не существует. Вы себе как представляете? Как не существующие в вашем воображении? Динозавры нулевого размера, они в вашем воображении какие? Причем здесь динозавры и поверхность? Динозавр – это материальный объект. Поверхность – это выбранный слой. Он может быть вообще без самого объекта. Вот вы объект убираете, поверхность остается. Вы просто выбрали место, совокупность точек, например, да, или совокупность площадей, кусочков площади. Это неважно. Вот выбрали, да, вот вы задали поверхность стола, да, в этом месте. Это в вашей математической модели есть поверхность стола. Дальше вы стол можете вынести. У вас есть привязка в пространстве. У вас на расстоянии 56 сантиметров начинается стол. Продлевается он 75 сантиметров. Вообще без проблем. Это несуществующая проблема. Вам это вот все вот таким же ясным языком, как ранее мы здесь отмечали, должны были дать в школе. Чтобы вот этих проблем у вас не было. Вы об этом, обо всем должны были в школе один раз подумать, один раз это понять. И больше об этом уже не беспокоиться. А вообще, чтобы по этим позициям не мучиться, рекомендуем. Вот в нашей работе бесконечно большие, бесконечно малая величина. Сравнение бесконечно больших, бесконечно малых величин. Все будет понятно. Несколько простых, очень простых формул. Все один раз почитайте, запомните. Сравнение бесконечно больших, бесконечно больших. Сравнение бесконечно больших. Краткое содержание предыдущих серий. 21 век. Минго, земля окружена бобрами. Академию наук захватили дуры. По всебесно плачут детишки. И вот самая чрева спускается русский физик и протыкает селёдку. Аллилуйя! 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 Академия наук втупляет. Мы спасаем, от бобров спасаем. Расскажи своим друзьям про это. Разнеси благою весть по интернету.